Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня наша с вами финальная беседа о жизни и творчестве нашего замечательного русского поэта, лирика, мыслителя, философа, публициста, историка, замечательного человека, блестящего дипломата, сделавшего замечательную карьеру на поприще работы цензуры иностранной в России, и дослужившегося до сначала статского, а потом действительного советника, имевшего огромное влияние на все, что происходило тогда в России, и имевший об этом свое самобытное суждение, которое интересно, понятно и современно нам с вами. Потому что любого человека всегда волнует и судьба своя собственная, и судьба своей страны, потому что у нас растут дети, и мы хотим, чтобы наша страна была счастливой, процветающей, успешной, и, наконец-таки, говоря словами Тютчева, все-таки нашлось в истории для нее свое достойное место. Итак, буквально в нескольких словах я вам напоминаю, что же за личностью был Федор Иванович Тютчев, из такой вот краткий такой сборничек характеристик личностных, о нем говорили, что у него ум сильный и твердый, при кажущемся слободушии, при бессилии воли, иногда доходившем просто до немощи. Ум зоркий и трезвый, при чувствительности нервов самой тонкой, почти женской. Ум деятельный, не знающий ни отдыха, ни истомы, при совершенной неспособности к действию, при усвоенных с детства привычках лени, при необратимом отвращении к внешнему труду. Душа его, ненасытно жаждущая наслаждений, волнений, рассеяний, страстно отдававшаяся впечатлениям текущего дня. Вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не владевшая им всецело, не управлявшая волей, недостаточно освещавшая жизнь, а потому не вносившая в нее ни гармонии, ни единства. В этой двойственности, в этом противоречии заключался трагизм его существования. Он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира своей душе. И вот эту свою встревоженность, неуспокоенность, неустроенность он, безусловно, оставил в своей замечательной лирике. Но мы говорили уже с вами о том, что как бы такое движение к Тюйчеву, к его пониманию, принятию, к поискам какого-то вашего внутреннего созвучия с его стихами. Но, конечно, начинается с того, что мы считаем, что Тюйчев поэт природы. Потом, конечно, Тюйчев известен как блистательный любовный лирик. И только уже как бы пройдя через эти этапы, читая, в общем-то, одни и те же стихотворения, начинаешь глубоко понимать, насколько он действительно мыслитель, насколько он философ, насколько трудно шла его духовная работа, его восприятие себя, восприятие мира. И насколько честно, искренне, правдиво, просто и понятно, он рассказал об этом в своих стихах. Но кроме стихов о природе, о любви, о таком, как сказать, размышлении бренности человеческого бытия, Тюйчева, безусловно, волновала судьба России. Вы знаете, что он сделал дипломатическую карьеру. Он провел 22 года за границей, затем он занимался вопросами цензуры, видел Россию, в ней вырос, испытал на себе потрясение 1812 года. Затем 22 года за границей наблюдал за тем, что происходило в России, оценивал отношения России и Европы, вернулся, не смог жить за границей, продолжал думать, принимать что-то, из-за чего-то переживать. И сегодня в нашей финальной беседе мы немножечко так соединим его высказывания действительно не о природе в целом, а о природе родной, о России, о ее месте в мире, о том, как он это видел, во что он верил. В тюйчевской несокрушимой вере в Россию, народную Россию, ни в коей мере не было националистического возвеличивания своей страны. Ибо поэт искал в русском народе те нравственные ценности, которые имеют заведомо всечеловеческое, всемирное значение. Вот такие замечательные слова сказал Вадим Кожинов о Тюйчеве в своей книге. Если вы помните, когда мы говорили о его работе «Россия и Германия», враждебно настроенная немецкая общественность пришла к выводу издать работу тюйчева отдельной брошюрой. И это говорит о том, что действительно его проницательность, мудрость, ум, образование, мысли, красота мысли, ее богатство, его умение заставить думать того, кто читает, либо его стихи, либо его письма, либо его публицистические статьи, она, безусловно, не оставила равнодушным ни тех, кто знал его в Европе, ни тех, кто принял его в России, когда он с семьей в 844 году вернулся в Петербург, вернулся на родину. И приятие уже своей родной страны через природу, через какие-то особенности характера русского народа, уже в его лирике звучат гораздо сильнее. «Эти бедные селения – это скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя». И еще хочу тоже сказать, я вам читала уже стихотворения поэтов-любомудров, коллег и соратников Тютчева по отношению к поэзии, к жизни. Среди них тоже удивительно пророческие встречаются стихи. Вот ужасно интересно, как видел Тютчев «Будущее Москвы». «Дни настают борьбы и торжества, достигнет Русь завещанных границ и будет старая Москва, новейшую из трех ее столиц». Ну, как бы сказали, прям как в воду глядел. Сегодня мы с вами живем в Москве, столице Российской Федерации. Несмотря на то, что основная жизнь Тютчева прошла все-таки в Петербурге. Безусловно, вопрос веры, соотношения между различными течениями в христианстве, между православием, между католичеством, все это он знал не понаслышке. И очень серьезно действительно верил в какую-то особенную религиозность русского народа. «Над этой темной толпой непробужденного народа взойдешь ли ты, когда свобода? Блеснет ли луч твой золотой? Блеснет твой луч и оживит, и сон разгонит, и туманы. Но старые гнилые раны, рубцы насилий и обид, растление душ и пустота, что гложет ум и в сердце ноет? Кто их излечит? Кто прикроет? Ты, риза чистая Христа». Вот его действительно такое, вот при всех его знаниях, обобщение в том, что выход, он в вере не только для каждого отдельного человека, но и для всей страны в целом. В одном из своих писем он пишет, ну так и что же вообще со всем этим делать? Простому человеку жить-то как? И сам себе отвечает, нам остается только, Господи помилуй, искренне ваш, Федор Тетчев. Вот так он тоже к этому относился и очень, как сказать, принимала и понимала необходимость жить в России и на родине. Его вторая жена Эрнастина Федоровна, которая писала, что «Мой муж не может больше жить вне России. Величайший интерес его ума и величайшая страсть его души – это следить день за днем, как развертывается духовная работа на его родине. И эта работа действительно такова, что может поглотить все цело». Он действительно был абсолютно поглощен всем тем, что происходит в России. И Тетчев был русский, и это как бы понятно. Но мы с вами еще знаем и множество примеров того, сколько в нашей культуре, литературе и искусстве людей обрусевших, людей иностранного происхождения, но подчинившихся вот этому удивительному влиянию духовной работы, которая происходит на нашей с вами родине. Я надеюсь, что происходило, происходит и дальше будет происходить. По-прежнему основной мотив, как мы говорили, Тетчевский все-таки – это тема воды. Не зря даже некоторые исследователи говорят, что есть некоторая гидрофилия в его творчестве. И вот возвращаясь к его пророчествам, когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроют воды, и божий лик изобразится в них. Вот надо сказать, что как бы ни казалось ему самому, и это осталось в письмах и воспоминаниях современников, что Тетчеву самому казалось, что он верит недостаточно. Это вера от разума, где-то от какой-то безысходности. Но есть разные ощущения, когда знакомишься с творчеством какого-либо человека. Каждый из них, безусловно, для себя решает вопрос о вере, о Боге. И где-то есть такая, знаете, сильная богобоязнь, есть богоборство. Горькому это долго было свойственно. У Тетчева удивительно какое-то внутреннее боголюбие такое светлое, настоящее, хотя ему казалось, что это недостаточно. И такое действительно ощущение, что какое-то шло божественное сопровождение. Вот даже в стихах, когда он как-то доходил до какого-то вроде, ну вот, ну и все, и дальше что. А дальше все оказывалось просто. Вот, да, там реза чистая Христа, там всю землю исходил, благословляя. И опять же, да, все зримое опять покроют воды, и Божий лик изобразится в них. В общем, на самом деле истинность, наверное, чистота и сила его веры на самом деле была очень глубокой, очень настоящей и очень сильной. Но как человек великий, к своему творчеству он, конечно, был очень требователен. И продолжал, конечно, как сказать, верить, веря в Россию, вот это вот, в Россию можно только верить, он все равно каким-то образом продолжал в стихах взывать, что ли, да, к высшим силам. Ну, должно что-то такое случиться, что Россия обязательно поможет. Ты долго будешь за туманом скрываться русская звезда? Или оптическим обманом ты обличишься навсегда? Уже ли навстречу жадным взором к тебя, стремящимся в ночи, пустым и ложным метеором твои рассыплются лучи? Все гуще мрак, все пуще горе, все неминуемые беда. Взгляни, чей флаг там гибнет в море. Проснись сейчас или никогда. И если вначале мы говорим о том, что идея панславизма, да, такого объединения славян и, естественно, под предводительством России и русского царя сильно давлела над, наверное, таким политическим восприятием России, утечивого, то, вернувшись в Россию, служа, живя, работая и общаясь, он начинает думать о том, что, в общем-то, какое объединение всех славян под скипетром русского царя, если в самой России существует глубочайшая пропасть между высшим светом, привилегированным обществом и большинством закрепощенного народа. И накануне Великой реформы 861 года Тютчев ставит вопрос о нравственном облике верховной власти в России. С моей точки зрения, все будущие задуманные реформы сводятся к одному вопросу. Стоит ли власть, призванная ее осуществить, власть, которая вследствие этой реформы сделается как бы верховным посредником между двумя классами, взаимоотношение коих ей надлежит упорядоченность, стоит ли она выше двух классов в нравственном отношении, и отвечал достаточно нелицеприятно. Власть в России на деле безбожна, ибо неминуемо становишься безбожным, если не признаешь существование живого непреложного закона, стоящего выше нашего мнимого права, которое по большей части есть не что иное, как скрытый произвол. Разложение повсюду. Мы двигаемся к пропасти не от излишней пылкости, а просто по нерадению. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что этого нельзя постичь, не убедившись воочию. Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом, что-то прогнило в королевстве датском. Вот верно подмечал Кожанов, что Тючев любил и Россию принимал именно такой, какая она есть, со всеми ее недостатками, а не пытался как-то возвеличить или найти какие-то там несуществующие достоинства, и при этом умудрялся как-то действительно не впадать в пессимизм. Вот что еще писала на России. Понятно, что сбились с пути и завязли. Но когда началось это уклонение? С каких пор? Как стать на верный путь? И не могло быть иначе. Тот род цивилизации, который привели этой несчастной стране, неминуемо должен был привести к этому двойному результату. Притуплению или уничтожению рассудка и извращению инстинктов. Есть одно несомненное обстоятельство, и оно заключается в том, что паразитические элементы, органически присущие Святой Руси, это нечто такое в организме, что существует за его счет, но при этом живет своей собственной жизнью, нормальной в своем пагубно-разрушительном действии. И это происходит не только вследствие недоразумения, невежества и глупости. Корень этого явления глубже и еще неизвестно, докуда он доходит. Надо сказать, что подобные высказывания потом, в общем-то, в той или иной форме, по смыслу очень похожие, встречаются в работах очень многих наших и писателей, и мыслителей. Действительно много непонятного, неизвестно откуда взявшегося. И тем не менее, зная все это досконально, в пессимизм относительно будущего России, Тютчев никогда не впадал. Мы говорили, что он много очень размышлял о судьбах России и Европы, и говорил и в стихах об этом, и в прозе. Он говорил о том, что европейский Запад – это лишь половина великого органического целого. А трудности, претерпеваемые ею, трудности внешне неразрешимые, обретут свое разрешение лишь в другой его половине. То есть все проблемы Запада разрешатся при участии России, предполагал Тютчев. Собственно говоря, так пока и происходит. Очень важное значение придавало так называемому римскому вопросу, то есть попытке римской церкви установить некое мирское царство на земле под верховным, как духовным, так и светским управлением Папы Римского. Но, тем не менее, Тютчев всегда напоминал о том, что царство Христа – оно не от мира сего, и, в общем, все это практически невозможно. Он досконально знал всю римскую историю, историю Византии, и видел все это в такой связке, что действительно, в общем, ответы на многие вопросы, которые нас и сейчас интересуют, мы в его работах, безусловно, найдем. Он говорит о том, что современный Запад уже давно находится под контролем антихристианских сил, и поскольку на Западе никогда не знали Божьей благодати, в отличие от Святой Руси, то, соответственно, и бесовские имитации они различить тоже не в состоянии. И по поводу попыток поклоняться Европе в стихах. Напрасный труд. Нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не сыскать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Ну, довольно-таки жесткая позиция относительно такого слепого подражания Европе. Ну, в общем, наверное, она актуальна и сегодня, а уж насколько следовать этому или нет, все равно каждый решает сам. И еще хочу привести его высказывание, которому, к сожалению, не последовали, а так сейчас понимаю, что вполне могли бы. Единственная, естественная политика России по отношению к западным державам – это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. И вот только тогда, когда они разъединены между собой, перестают быть нам враждебными. По бессилию. Это суровая истина. Быть может, покоробят чувствительные души. Но в конце концов, ведь это закон нашего бытия. Ну, тем не менее, вы знаете, что политически Россия шла всегда другой дорогой, объединяясь, получая определенную толику предательства, и потом расхлебывая ситуацию за всех своих и союзников, и противников. Вследствие чего все равно оказывается фактически одна на международной арене со всей своей самобытностью и пока не найденным местом в истории, как писал 150 лет назад даже больше Федор Иванович Тютчев. И еще одно стихотворение его из разряда пророческих, которое действительно поднимает на такой, знаете, совсем другой, высокий, уже какой-то, наверное, даже не высокий, а высший уровень развития мысли человека. Единство возвестил оракул наших дней. Быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней. И вот размышляя над этими строчками, у меня всегда такая вот идет аллюзия с спектаклем «Юнона и Авось», который заканчивается словами «Аллилуйя любви». Мне лично кажется, что, наверное, все творчество Тютчева, особенно лирику, на все темы можно объединить под этими словами «Аллилуйя любви», потому что если есть такое определение, что любовь – это признание высшей ценности конкретного человека, когда просто нужен этот человек, ты признаешь все, что в нем есть, ты не оцениваешь, почему ты его любишь, ты не пытаешься его изменить. Может быть, пытаешься изменить себя, но это твой личный выбор, это твое личное право. Вот Тютчев принимал высшую ценность всего – природы, мира, в котором мы живем, Бога, любви к родине, любви к земле, на которой он вырос, любви к женщинам, рядом с которыми он был, жил. Это действительно такое вот очень большое, искреннее, светлое признание жизни, вот, наверное, во всех ее проявлениях. И несколько слов уже о последнем периоде жизни Федора Ивановича. Он уже незадолго до смерти потерял и сына еще одного, и замужнюю дочь. И в январе 1873 года его разбил первый апоплексический удар. И, несмотря на то, что силы оставляли его, о нем говорили, что он требовал, чтобы ему постоянно сообщали все политические и литературные новости, был готов по каждому поводу пуститься в серьезные рассуждения, и прикованный к постели с такой суровой, ноющей болью в мозгу, он продолжал работать. И как раз вот в этот период, по свидетельству Аксакова, он перестал пренебрежительно относиться к стихам, как бы тестируя свое состояние, возможности стихи написать. Стихи получались плохо, но он пытался, сохраняя при всей тяжести, физическое состояние было очень тяжелое, сохранял здравость мысли рассудка, сохранял чувство юмора. Так 5 января семье Тютчевых стало известно, что их собирается посетить император, на что Тютчев тут же сказал, что нет-нет, он не может, он очень волнуется, потому что будет неприлично, если он не умрет на следующий день после высочайшего визита. Говорят, что Астроту передали, и никто к Тютчеву не приехал. Он чуть-чуть оправился, но затем последовал еще один удар, еще один удар, и в конце концов, в июле 1873 года его не стало. И продолжая говорить о нем, очень трудно выбирать среди тех слов, которые о нашем с вами великом русском поэте сказали и его современники, и те, кто затем исследовал его творчество. Вот что писал о Тютчеве Павел Флоренский. «Пустые обычные в подобных случаях интеллигентские разговоры об удушевлении природы, как об олицетворениях, о поэтических персонификациях. Народная поэзия, поэзия древности, пользовалась такими олицетворениями вовсе не как прекрасными или приправами стиля, но вполне просто и деловито говорила то самое, что хотела сказать. В поэзии новой эти олицетворения опираются на рудиментарные чувствования, живущие в полусознательной глубине духа, еще не растленные отвлеченным миропониманием. В минуты вдохновения поэта эти глубинные слои духовной жизни прорываются. И внятным языком поэт говорит нам о невнятной для нас жизни. Так может происходить только у подлинного поэта. И пора, наконец, понять, что похвала Тюйчеву не есть слово ни к чему не обязывающее, а, будучи сказано искренне, оно подразумевает неисчислимые мирового порядка последствия». Надо сказать, что, конечно, Павел Флоренский тоже понимал, о чем говорил, и многие из более поздних исследователей уже XX века и наши современники говорят действительно о каком-то его вселенском, космическом, всемирном масштабном значении, при, в общем-то, понятности, доступности его стихотворений. Поэтому я предлагаю вам вспомнить лирику Тюйчева. Если интересно мнение этого умнейшего человека, почитайте публицистические его статьи, найдете ответы на многие современные вопросы. Главное то, что, будучи настолько блистательно образованным, эрудитом, острословым, успешным человеком, достаточно влиятельным, сделавшим блистательную карьеру, он просто искренен, он иногда беззащитен. И из-за этого удивительно близок, потому что все равно, пока мы все с вами люди, мы остаемся слабыми мыслящими тростниками. И обогатить работу мыслей, безусловно, может помочь творчество Федора Ивановича Тюйчева, как его стихи, так и письма, так и публицистические работы. На этом наши с вами беседы о жизни и творчестве Федора Ивановича Тюйчева закончены. Желаю вам приятного прочтения, всего доброго и до свидания.